Друзья, сегодня я вам хочу показать настройки, оптимальные настройки для камеры GoPro 8, для экшен, каких-то движений. То есть это у вас будет мотовлог, либо же это будет влог там на велосипеде, на автомобиле. Я покажу вам все настройки для дневного времени суток и для ночного времени суток. Для того, чтобы можно было делать монтаж или же делать просто без каких-то специфических эффектов, но с теми настройками, с которыми сохранится ваша картинка. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, давайте же приступим к настройкам. Опять же напоминаю, что это будет для камеры GoPro 8, в принципе подойдет и для тех версий, которые будут выше или ниже. В принципе плюс-минус там одинаковое все, кроме как отличается стабилизация, там качество звука. Все, не больше, не меньше. Приступим. Так, ребят, вот мы включили наше устройство и давайте смотреть по настройкам. И вот здесь, когда мы выбираем каких-то из режимов, давайте я покажу на пользовательском. Допустим, как я делаю на своем канале Just Run, это мото-канал, с этими настройками. Я ставлю 2К разрешение, вы можете ставить 1080, вот к примеру давайте мы поставим 1080 разрешение, ну и 60 кадров в секунду. Все остальное уже у нас будет превращаться в слоу-мо, нам не нужно. Возвращаемся обратно. Здесь же опять, что мы выбираем? Здесь у нас будет режим либо на стандартный, вот как видите, мы выбираем супер широкий. Если вы хотите сделать более-больший захват, вы выбираете супер широкий. Если вас устроит чуть поменьше, просто широкий, смотрите сами. Вот видите, здесь 16 мм диафрагма показывает. Дальше, Hyper Smooth, то есть это у нас стабилизация. Вот как раз стабилизация играет роль. Чем больше вы включаете стабилизацию, если вы идете по ровной поверхности, можно на средней поставить, либо же на максимальной. Я ставлю на максимальной, так как у нас дорог нету и вообще какие-либо активные действия идут и у нас сглаживают эту картинку. Но хочу подметить, если вы задумаете выставить 4К в 60 кадров в секунду, дальше у вас момент, вы уже не сможете использовать супер широкий. Как видите, это обычный и просто широкий. Вы уже не сможете использовать повышенную стабилизацию, так как это работает только с ниже разрешением 2К и 1080, имейте в виду. Повышенный у нас уже работать не будет. Поэтому приступаем дальше к нашим настройкам. Здесь у нас клипы это выключаем, это нам не нужно. Битрейт. Битрейт ставите максимальный, высокий. Выдержку автоматически, либо же ставите на... Будете смотреть по погоде, чтобы не сильно затемняло и не сильно засветляло. Но у меня стоит авто, то есть этого достаточно. Экспозицию ставите на минус 5, либо же минус 1, не больше. Баланс белого точно так же. 4,5 оптимально. Минимальное ISO ставим 800, максимальное 1600. Это все для ночного режима. Для дневного ставим минимальное 200 и максимальное 600 ISO. Если же вы будете монтировать видео где-то в каких-то редакторах, можете ставить и низкую. Там уже настроить. Но средний оптимально. GoPro это мы отключаем, если вы будете монтировать где-то. Если не будете, включайте. Если не будете монтировать с какими-то графическими редакторами. Вот. Это все. Звук RAV у нас выключаем. Это для более классного звучания. Ветер ставите либо на авто. Если вы с микрофоном, там уже определяетесь по себе. Просто продемонстрируете. Подуете в микрофон и будет понятно, как с каким включенным. С выключенным, либо с автоматическим. Ну, в принципе, и все. Это все те настройки, которые вам нужно было знать. Но самое главное, это у нас разрешение выбрали. 60 кадров, 2К, либо же в 1080. Ставите объектив у нас широкий, либо же суперширокий нам доступный. Суперширокий, более большой захват. Лучше картинка будет. И повышение стабилизации. Стабилизация тоже играет роль. Вот, в принципе, все те настройки. То же самое, я вот себе выставил на байк. У меня точно такие же. Вот, это как раз те оптимальные настройки, которые вам нужно было знать. Я их точно так же добавлю в описание, чтобы было понятно, с чем работать. Вот и все. В качестве благодарности подпишитесь на мой канал Just Run. Подсказки в описании. В описании под видео. И, в принципе, на этом и сойдемся. Ставьте лайки, оставляйте ваше мнение в комментариях. Дальше больше. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok